привет всем я что-то забываю каждый забег показывать статистику чисто чтобы было пошли заявы в прошлый раз я почти 500 монет закинул в машину надо 500 монет для того чтобы гридер открыть жаль конечно что я что мне чуть-чуть совсем не хватило бочки всегда хочется взорвать сразу же потому что потом они меня взорвут если этого сейчас не сделаю так хорошо я думаю я хочу взять потом уже нимб чтобы все статы повысить зайдем сюда а это замечательный предмет лестница якобы лезвие дает 1 и 2 урона до конца комнаты и его можно использовать сколько угодно раз и смотрите она сначала тратит полное сердце но если его использовать дополнительный раз то она дает бонус за половинку сердца это также работает на эту бритву которую за самсона открываешь которую делал иногда появляется это не так актуально обычно но когда у евы со старта лезвие когда ей нужно снижать свое здоровье до одного сердца всегда это очень даже важно так что в итоге можно когда у тебя уже наявились лезвие со старта можно очень даже жестко набаваться когда у тебя куча здоровья так что сейчас когда у меня открыто лезвие я могу не обязательно идти через дьявол и продавать все свои красные сердца я могу наоборот оставлять кучу красных сердец и также немножко синих чтобы не умереть и за счет этого приходить на посты и тыкать свое лезвие пока блудница не активируется а если еще и комбинировать это с пилюлей на полное на полное лечение или там с пилюлей точнее с картой солнца то можно будет это в два раза сильнее сделать или просто с полным здоровьем продолжать бы облудниться все еще будет работать пока не выйдешь из комнаты короче лезвие делает изъявы топового персонажа и даже если бы я решил по делу пойти в крит моде этого не стоит так нимб берем все остальное мне не нужно сердца оставляем на случай когда наверное я рискну вот здесь открою могла быть секретка она больше того чем у меня чем стоит одна бомба так что все нормально вот этот привод в принципе прикольный пробивать иногда будет слезами но что-то жалко на него тратить пять монет пошли дальше хорошее начало очень хорошим электрические слезы если чё объясню как они точно работают ты попадаешь электричество бьет не в того в кого ты изначально попал а в кого-то рядом то есть ты не умножаешь свою свой урон по одной цели урон растет только если рядом какие-то другие цели есть то есть в них молния попадает платье игра и замечательный предмет он также дает монеты когда ты его подбираешь 5 что ли всего лишь или 3 вообще с ним не больше не нужны ключи в этом забеге я наверное воспользуюсь сердцем по скидке куплю их потом еще после этого этажа после прохождения сейчас это достаточно удобно это намного лучше чем за самсона получает 6 урона каждый этаж за сердца потому что лезвие намного больше бафает типа вот сейчас его пять раз тыкнул 5 умножить на 1 и 2 плюс 6 урона получается а чё то что мы ладно так можно не умирать но самсона там плоские повышение урона кстати и она даже лучше лезвие удобнее тем что даже когда у тебя есть синие сердца и можно пользоваться а самсон у самсона нет лезвия или какой-нибудь там капельницы бамба он страшный он очень страшный я да эти камни вообще невозможно заметить если бы не карта силы я бы как минимум вышел из комнаты и полечился надо чуть не сдох здравствуй my friend самый лучший предмет в игре один из лучших я как-то его уже встречал но это было в челленджи берд райд за его теперь блудница активирована всегда и птичка всегда активирована тоже как хорошо что я решил открыть этот предмет раньше теперь я даже на двух персонажах уже подобрал его эффект не настолько то и уникальный но очень даже приятный я также могу эту буху взять но она сейчас не особо сильная она прикольная но не особо пожалуй то я возьму бумаги разводя и также сердца по скидке пока есть возьму бумаги разводе дают тринку которую я еще не открыл поэтому она не дропается она там за и открывается бумаги разводе также дают костяное сердце которое можно красным заполнить сейчас чтобы его не потерять следующей . я и купил я взял купил парочку синих ну и разумеется тирзу дает бумаги разводе хороший приятно это очень хороший так я думаю о том что хочу ли я брать сейчас наверное да протос тройной урон слез но они постепенно пропадают чем дальше тем меньше урона у них и протос даже если прям самим кончиком будет задевать даже когда слезай едва пропала едва на экране остается она все еще наносит увеличенный урон относительно твоего стандартного так что если наплевать на дальность протос всегда хороший но вот если ты не хочешь приближаться к врагам то в таком случае протос может быть очень даже негативно сказываться на тебе и также для протоза очень важно важен шотспид потому что то как слеза исчезает зависит от времени то есть чем больше шоу спида тем быстрее слеза будет пролетать расстояние исчезать она будет за то же самое время меч с протозом интересно будет сочетаться можно мантию взять но можно меч здесь с мечом типа протоз будет давать получается постоянный бонус но я не уверен какой именно но с другой стороны самонаводка секрет харда будет просто отключена давайте попробуем ключи мне абсолютно не нужны я схожу сюда я сейчас не получил урон при выходе заметили это бывает это особенность механики игры также можно это назвать багом дело в том что это работает при определенной скорости это пиксель перфект трюк который невозможно каким-то образом повторить гарантированно но в общем ты появляешься в одном месте где ты еще не коснулся шипов двери и следующий кадр ты уже находишься по ту сторону двери когда ты все еще не касаешься этих шипов это очень сложно повторить и иногда она повторяется иногда само собой происходит и просто нужно принять это просто нужно это принять это меня полечит отдаем ключи все сюда потому что они мне абсолютно не нужны сейчас так выплюнув так забавно потому что у пакетиков типа коллизия изменена он обычно видите так выплевывает сундуки но когда сундук заменяется на пакетик обычно выглядит так я уже в бомбе и у меня монет 37 то есть я могу еще чуть-чуть потратить бомб это дальность ну в принципе мне можно взять дальность на меч хочу ли я усиливаться посмотрим если я всех ваншот это зачем мне тыкать лизы лишний раз правильно как долго я заряжаюсь достаточно долгом будет интересно грида сейчас убивать думаю до грида у меня скорее всего не будет никаких проблем а вот на гриде я не знаю что мне делать будет интересно я чисто ради эксперимента взял в меч и кажется очень даже большой бонус от протозиса я не уверен как вы именно потому что я с мечом реально очень редко играю я такой хейтер меча дамагу возьмем постоянку сукно 2 интересная конечно но она сама по себе всего одну карту даст белое сердце выпало а я могу открыть этот сундук мечом да я могу открыть сундук мечом 404 я не хочу с ним таскаться он будет делать эффекты которые неожиданные за руль еще раз ну ладно пошли дальше ключ можно отдать попрошайки понимаю секретка радужный пацаны пусть будет так я могу выйти сердцем а зайти так я выхожу сейчас сердцем и собираю его же здесь так у меня мне можно еще немножко денег потратить слив это часть превращения поэтому можно потрогать дальность также синее сердце и ладно удалить уже вышла за пределы меча 11 уже хватает молния очень приятно сейчас работает обычно меч задевает только того кого-то бьешь надо каждому кругу подходить на из-за того что сейчас меч большой урон наносит молния что-то из всех вокруг жесть два удара и босса нету а чё такую вам большую а ну да секретарь ну да чё я спрашиваю какие-то странные вопросы задаю слушайте можно клятву взять и мнение клятва хуже будет чем лезвие клятва хуже чем лезвие тем более клятву ты не контролируешь она будет срабатывать не там когда тебе надо так что я приду просто с пустыми сердцами нагрета и все за рулю один раз дамага а зачем мне еще дамага нет мне не надо я могу заплатку взять и заплатка будет прокать себя когда я буду нажимать на лезвием не но это идея так то зачем мне сейчас удача мне не нужно сейчас удача я половинку синего сердца забыл в золотой тут есть пацан тут есть тени сердца которые я могу скорость сейчас я его возьму дай так красные сердца продаются продаются они здесь всегда продаются можно было даже не спрашивать картридж можно сейчас сработать невзимость прокнуть влюбленные можно было влюбленные оставить на последний этаж чтобы еще раз потыкаться дополнительно ничего не дашь что это ну спасибо наверное одно пустое пока что оставлю в принципе пустой сосуд сейчас будет очень мощным потому что я нагрета приду и уменьшу свое здоровье до 0 и у меня щит периодически будет прокать так что допустой сосуд сейчас заходит очень даже кстати противные чилики как много киперов на спавниваем тихо как же я балдею с молнии сейчас капец она просто выносит боссов моментально лезвие я не буду выкидывать очевидно так него и сердце нельзя брать она за половинку будет считаться я могу еще что-нибудь купить карту например маг не особо поможет но он также дальность дает на мече дальность в принципе полезная его не обязательно убивать если в этой комнате монстра можно просто пропустить плюс 22 урона с лезвия главное когда он крутится к нему не подходить у него огромный хитбокс когда он крутится черное перо открыли это хороший бревок но он не всегда полезен он дает бонус за какие-либо предметы которые в описаниях имеют evil up если вы когда не задумывались чё за предмет который дает зло то обычно это говорится то что она дает просто черное сердце больше это ни на что не влияет но с этим бревоком предметы на зло будут давать дэмэш обычно предметы на зло хоть хоть 1 2 есть в забегах но иногда их нету поэтому бревок чуть-чуть ситуативный но чаще всего хороший алчнее теперь открыли теперь можно проходить всеми персонажами кем можно вообще и не взирать на то что именно там они будут делать как они по удобству будут потому что до этого я проходил теми хорошо проходить ну хотя якобы я прохожу просто по случайности выбрал его это как собственно и с полуродом негативом то есть сначала ты проходишь кем попало а потом у тебя сложный режим точнее наоборот там ты открывал полурод негатив и шо уже на сложном режиме а тут сначала ты донати чтобы открыть этот сложный режим а потом ты уже можешь проходить до конца всеми но если следующего эпизода будем играть более сложный режим